Цифровая платформа Netflix наконец-то начинает выпуск турецких сериалов и фильмов, которые готовились более двух лет. Какой же фильм зрители увидят первым, и почему для платформы так важно, чтобы он оказался успешным? Международная цифровая платформа Netflix, которая так и не сумела завоевать лидирующую позицию на турецком рынке, напомним, что лидерство по-прежнему удерживает местная платформа Блу ТВ с 42% всех подписчиков, находится в достаточно сложном положении. За год доля подписчиков Netflix уменьшилась с 32% до 29%, хотя их общее количество и возросло. Напомним, что в августе на цифровой рынок выйдет новый мощный соперник – международная платформа Disney+, а осенью ожидается появление еще одного конкурента HBO Max. Также на рынке уже присутствует Amazon Prime с долей в 19% подписчиков. Основной причиной отставания Netflix на турецком рынке называют задержку с выпуском местных сериалов. Несмотря на то, что платформа активно снимает турецкую продукцию, новый эфир ставить не спешит, очевидно ожидая, что предпримут конкуренты. Напомним, что Disney+, и HBO Max готовятся развернуть массовую атаку на турецкого пользователя, предлагая сразу десятки отечественных сериалов и фильмов. Очевидно, поняв, что шансов удержать зрителей становится все меньше, цифровая платформа Netflix анонсировала новые проекты, которые зрители увидят в ближайшие месяцы. Среди них «Любовная тактика», «Полночь в отеле Перапалас», «Горячая голова», «Уйсалы», «Энало». Первый тизер сериала «Полночь в отеле Перапалас» получил мощный отклик в социальных сетях. Только на аккаунтах исполнительницы главной роли Хазал Кая он был просмотрен более 4 миллионов раз. Так что, вполне возможно, перед нами следующий хит платформы. Однако первым 11 февраля стартует фильм «Любовная тактика» с Деметой Сдемир и Щукру Озгилдизом. Накануне команда картины присутствовала на закрытом показе, который организовала для нее цифровая платформа. Для продюсеров и актеров это серьезное испытание, пока только три турецких фильма смогли вызвать интерес у международного зрителя. «Чудо в седьмой камере», «Бумажные жизни» и «Скрипка моего отца». Окажется ли новый проект турецких кинематографистов успешным, мы узнаем во вторник, 15 февраля, когда Netflix официально объявят первые результаты показа. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...